5 целей брака. История Ревейки и Исаака. Когда люди вступают в брак, то часто забывают некоторые вещи. Например, забывают, что женятся не только на девушке, но и на всех ее предках, которые неизбежно будут влиять на ее поведение на протяжении всей ее жизни. 6. Забывают, что влюбленность всегда проходит, а настоящие любовные отношения произрастают из посвящения и целенаправленной жизни на благо своего партнера. 7. Забывают, что наилучший результат получается, когда Бог и человек трудятся вместе, а не когда мы надеемся, что Бог все сделает сам за нас, и не когда мы думаем, что все сделаем сами и Бог нам вообще не нужен. 8. Бывают, что люди забывают, что секрет успешного брака в постоянной работе над собой и каждого из супругов. 9. А бывают, что важнее любви и жизни родословия, так как именно родословие является плодом этой самой любви и этой самой жизни. 10. Бывает, что люди забывают, что семья – это ячейка общества, и в отрыве от служения обществу любая семья рано или поздно захереет. 10. Мне всегда импонирует идея брака заключенного на небесах, когда будущий муж и жена, казалось бы, встречаются согласно Божьему проведению, когда даже не они сами являются инициаторами взаимоотношений, а как бы само проведение сводит их вместе. 10. И для того, чтобы подчеркнуть эту идею, давайте сегодня разберем историю брака Ревеки и Исаака, которая описывается в книге «Бытия», 24-25 глава. Буду немножко читать и немножко что-то комментировать. 11. Авраам был уже стар и в летах преклонных, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, «Клянись мне, Господом Богом, небо и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему Исааку». И взял раб из верблюдов, господина своего, десять верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодези воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, «Господи, Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девице, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека. Бог, безусловно, хотел бы участвовать в таком серьезном деле, как бракосочетание. Ведь на взаимоотношениях мужчины и женщины строится Божий идеал. И если выбрать себе сапоги в магазине, или даже в каком городе жить, в каком университете учиться, человек может вполне себе сам, то вот к таким вопросам, как жить, какой характер воспитывать, на ком жениться или за кого выйти замуж, человек должен подходить более скрупулезно и спрашивать совета у Бога. Поэтому первая цель брака – это принести радость Богу. Что происходит дальше? Девица была прекрасно видом. Дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас пустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все. И тотчас вылила воду из кувшина своего, впоила, и побежала опять к колодезю, почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника и сказал ему, пойди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды, умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал, не стану есть, доколе не скажу дело своего. Действительно, этот раб Авраамов смотрит на нее с изумлением. Она ходит и черпает воду для всех его верблюдов. Конечно, важно, что Ревека была красива и целомудрена. Но важно было увидеть еще и ее характер, и характер ее родных, чтобы понять ситуацию с ее родословием. Вот что значит напоить верблюду? Верблюд после перехода по пустыне может выпить до 100 литров воды. Верблюдов 10. Вопрос. Сколько раз Ревеке пришлось сходить за водой? Вот с такого рода кувшином. Плюс важно, что были гостеприимные родственники, что в реальности тоже многое говорит о родословии. Ведь когда мы женимся, мы берем в жены не только девушку, или когда девушка выходит замуж, она выходит замуж не только за юношу, но и мы как бы берем в супруги и весь род другого человека со всеми его плюсами и со всеми минусами. Поэтому, создавая семью, нужно обязательно это учитывать. Ведь вторая цель брака – примирить, соединить два родословия. Он сказал. И ныне скажи мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему? И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобой, возьми ее и пойди, пусть будет она женою, сыну, господину твоего, как сказал Господь. И благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, дородятся от тебя тысячи тысяч, и довладеет потомство твое жилищами врагов твоих. Получается, что семья Ревеки также оказалась достаточно набожной, и они соглашаются отправить свою дочь с незнакомым им человеком, в какую-то незнакомую, неизвестную им страну, для свадьбы с человеком, которого тоже они не знают и никогда не видели. Да, конечно, они знают, ну, со слов, опять же, вот этого человека, что это их родственник какой-то дальний, который когда-то ушел в другой семье, поселился. Но это может быть все и ложью, просто кто-то пришел, что-то сказал, и все, свою самую драгоценную, любимую дочь просто взять и отправить куда-то. Это вообще нелогично. Но так как они уверены, что это дело пришло от Господа, то они легко соглашаются даже на такой рискованный шаг. И раб взял Ревеку и пошел, а Исаак вышел в поле поразмысливать, и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревеку взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой, и она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Исаак возлюбил Ревеку после того, как она сделалась его женою. Он фактически не имел какой-либо эгоистичной мотивации, он доверял Богу, и после того, как он понял, что Ревека дана ему Богом, он научился ее любить. Ведь, по сути, мы, когда говорим, что мы любим супругов, то мы их любим не за что-то, а скорее даже вопреки всему. Я ее люблю, поэтому, что бы ни происходило, моя любовь превыше обстоятельств, превыше разных жизненных перипетий. И если уж быть честным, то чем сложнее любить супруга, тем сильнее приходится развивать свое сердце. Любовь – это не только и не столько какие-то чувства, а это твердое решение и каждодневные действия. Поэтому третья цель брака – развить гармоничные и любящие отношения в семье. И это такой сознательный труд, и он не имеет ничего общего с влюбленностью, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Но и дальше возникают определенные трудности. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла спросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Родословие очень важно, поэтому Исаак и Ревека молятся Богу о том, чтобы, во-первых, сначала вообще родить детей, а во-вторых, о том, чтобы понять, как их воспитывать. Ведь судьбу Иакова и Исаава, их детей, во многом определила их молитва и те откровения, которые они получили во время этой молитвы. Поэтому, когда у нас рождаются дети, нам также следует молиться о них. Во-первых, следует молиться о том, чтобы они вообще родились, чтобы дети это были продолжение любви супругов, а не какая-то там неожиданность или еще что-то. Поэтому следует молиться о том, чтобы сочать детей, родить детей, а потом еще и понять, как их воспитать. Четвертая цель брака, естественно, связана с детьми, о том, чтобы родить, воспитать хороших и праведных людей, детей. Дальше, что еще можно здесь сказать? Авраам, Исаак, Иеревека, Иаков, Илья, все три поколения принимали самое непосредственное и активное участие в Божьем проведении. И в конце концов стали праотцами теми, о ком Бог говорил так. Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Именно от Авраама, но не только от Авраама, но и от Исаака, и от Иакова происходят монотеистические религии. Это христианство, иудаизм, ислам. И здесь что важно? Что у всех у них были разные проблемы. Авраам не был совершенным, в какой-то момент он даже уснул посреди жертвоприношения. У Исаака были разные проблемы, он всю жизнь был нерешительным человеком. У Иакова были проблемы, он нередко прибегал к хитрости, чтобы достичь своих целей. Но каждый из них в ключевой момент своей жизни откликнулся на Божий призыв и принял самое непосредственное и активное участие в Божьем проведении. Поэтому пятая цель брака – послужить обществу и стране, в которой ты родился, наилучшим образом. Если будет хорошее гармоничное общество, если будет замечательная, прекрасная страна, то и семья, как ячейка этого общества, тоже почувствует вот это благотворное влияние этой страны и этого общества. С другой стороны, если семья ничего не делает для общества и страны, то какое-то негативное окружение обязательно будет влиять и на семью тоже, и на воспитание детей, и на все остальное. Вот такие у нас получились пять целей брака, исходя из истории Исаака и Ревеки. Если есть какие-то вопросы, комментарии, обязательно их оставляйте. Ну а я желаю всем хорошего дня. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Продолжение следует...